В некотором царстве Всю жизнь свою занимался старик охотою. Тем и сам кормился, и семью кормил. Пришло время, заболел старик и помер. Остался Мартынка с матерью. Потужили они, поплакали, да делать-то нечего. Пожились неделю и поели весь хлеб, что в запасе был. Больше нечего есть, сынок. Что же будем делать, матушка? Ну вот, отец оставил в кубышке 200 рублей. Бери 100 рублей и поезжай в город. А где я лошадь возьму? Попроси у соседей. Да смотри, купи только хлеба, а вось как-нибудь зиму проведем, а весной станем работу искать. Ну ладно, поеду, матушка. Мартынка выпросил у соседей телегу с лошадью и поехал. Едет он, едет, приезжает в город. Эй, что за шум? Что случилось? Бей его, не жалей. Он украл завтрак. Не вырвешься, получай. Подождите, братцы, подождите. Ну за что вы бедного пса так немилостиво бьёте? Да как же его не бить-то? Он украл мой завтрак. Человек голодный остался. Бей его. Подождите, братцы, не бейте его. Лучше продайте мне. Ну, пожалуй, купи. Давай сто рублей. А вот берите. Мартынка отдал сотню и взял собаку с собой. Пёс начал к нему ластиться. Хвостом так и вертит. Понимает, значит, кто его от смерти спас. Вот приезжает Мартынка домой. Здравствуй, матушка. Я вернулся. Что купил, сынок? Купил себе первое счастье. Что ты завираешься? Какое там счастье? А вот он, Журка. Ой, а больше ничего не купил? Коли б деньги остались, матушка, может, и купил бы. Только вся сотня на собаку пошла. Какой же ты непутёвый, Мартынка. Нам самим нечего есть. Нынче последний поскрёбушка по закромам собрала, да лепёшку спекла, а завтра и того не будет. Ну, что же делать, мать? Ну, погибал пёс-то. Ну, ладно. Добрый ты у меня. Вот тебе ещё сто рублей. Последний. Поезжай-ка, сынок, снова в город, да купи хлеба. А задаром денег не бросай. Ладно, матушка. Журка, идём со мной! Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться. И попался ему на глаза злой мальчишка. Поймал тот мальчишка кота, зацепил верёвкой за шею и давай тащить на реку. А мы иди! Постой! Куда Ваську тащишь? Хочу его утопить, проклятого. Да за что? Со стола пирог стянул. Во беда, пирог стянул. Не топи его. Лучше продай мне. А, пожалуй, купи. Давай сто рублей. Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок и повёз домой. А дома его опять матушка встречает. Что купил, сынок? Да вот, матушка, кота Ваську. Мяу. Ой, а больше ничего не купил Мартынка? Да, коли б деньги остались, может, и купил бы ещё что-нибудь. Ну, что за сын непутёвый? Знать тебя не хочу. Матушка. Ступай из дома вон. Ищи себе хлеба по чужим людям. Может, хлебнёшь горе, поумнеешь. А коль поумнеешь, возвращайся. Пойдём, Васька. Пошёл Мартынка в соседнее село искать работы. Идёт дорогою, а следом за ним Журка и Васька бегут. Навстречу барин. Здравствуй, барин. Здравствуй, молодец. Куда, Свет, идёшь? Иду в батраки наниматься. Тих, ступай ко мне. Только я беру с условием. А какое условие? Кто у меня прослужит три года, того не обижу. А три года платы не будет. Согласен. Без устали работал Мартынка три лета и три зимы на барина. Но вот подошёл срок расплаты. Мартынка! Я тут, хозяин. Иди, получай за службу. Вот два полных мешка. Какой хочешь, что-то бери. А что в мешках-то, барин? В одном мешке серебро, а в другом песок. Чудно. Думается мне, что эта штука неспроста приготовлена. Ну, что ты задумался, Мартынка? Ничего, ничего, я так. Любой человек взял бы серебро, а мне кажется, что надо брать песок. Ну, решил? Пусть лучше мои труды пропадут даром, а уж я попытаю. Возьму песок, посмотрю, что из того будет. Ну, не тяни. Я, барин, выбираю себе мешок с мелким песочком. Ну, свет, твоя добрая воля. Бери, коль серебром брезгуешь. Спасибо, хозяин. До свидания. В добрый путь. Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. Шел, 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 изобрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна на поляне огонь горит. В огне девица сидит. Да такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Помогите! Помогите! Кто там? Это я, Мартын, вдовий сын. Избавь меня, Мартын, от гибели. А что делать-то? Засыпь пламя песком, за который ты три года служил. Сейчас, сейчас сделаю, красавица. И впрямь, чем таскать с собой такую тяжесть, лучше человек пособить. Невелико богатство, песок. Этого добра везде много. Ну, так, ну вот, готово. Спасибо тебе, Мартын. Да не за что. Ну, прощай. Постой, постой. Я тебя должна отблагодарить. Иди теперь за три девять земель в тридесятое государство, в подземельное царство. Там мой батюшка царства. Как придешь к нему во двор, будет он давать тебе много злата и серебра и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста колечко. Колечко? Обыкновенное колечко. То кольцо то кольцо непростое. Если перекинуть его с руки на руку, то час двенадцать молодцов явятся, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают. Спасибо тебе, красавица! Мартын сделал все так, как научила красная девица и стал обладателем волшебного кольца. Только никому нельзя было про кольцо сказать, иначе беда может быть. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли пустился Мартын в обратный путь, разыскал своего мать-старуху и стали они жить, поживать без всякой нужды и печали. Вскоре захотелось Мартынке жениться. Ступай, мать, к королю! Это еще зачем? Высвытай за меня прекрасную королевну! Э, сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло. Прошу тебя, матушка! Ну, зачем я к королю пойду? Знамое дело, он осердится, и меня, и тебя велит казнить. Да ничего, матушка, небось, коли я посылаю, знаю. Смело иди, без ответа домой не ворочайся. Собралась мать и поплелась в королевский дворец. Стой, старая! Куда идешь? Прямо на породную лестницу пошла, а? Да по ней только генералы ходят. Никуда не уйду. Я пришла к королю с добрым делом. Хочу высвотать его дочь королевну за моего сына. Слышите, а что надумала? За сына королевскую дочь. Что за шум? Ваше величество, вот старушка к вам пришла, сладу с ней нету. Впустите, входи, входи, добрая женщина, что тебе нужно? Да вот пришла к твоей милости. Не гневайся только. У меня сын Мартынка, у тебя дочь прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку, то то пара будет. Ты что, Аль с ума сошла? Никак нет, ваше величество. Извольте дать ответ. Ладно, слушай, мое условие, пусть твой Мартынка за единые сутки построит богатейший дворец, и чтоб от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост, а по обеим сторонам росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, а на тех деревьях пели бы разные птицы, да еще пусть выстроит собор пятиглавый, где свадьбу справлять. Если сын сделает все это, то можно и королевну за него отдавать, а если не сделает, пусть пеняет на себя непомилую. О, горе, что ж теперь будет? Пойду скажу сыну. Иди, иди. И отправилась мать домой в слезах. Мартын, Мартын, где ты? Я здесь, матушка. Какой ответ ты принесла? Сказывал я тебе, сынок, не затевая лишнего, а ты все свое, пропали теперь наши голубушки, завтра нас казнят. Да полно, матушка, а вот живы будем, ну, рассказывай. Да, рассказывай. Рассказывай. Пусть ровно в полночь встал Мартын с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку, вдруг двенадцать молодцов, словно из земли выросли, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос. Что угодно, что надо, а вот что, построите-ка мне к свету на этом месте богатейший дворец, и чтоб от моего дворца до королевского был хрустальный мост, по обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, на тех деревьях пели бы разные птицы, да еще выстроите пятиглавый собор, было бы где свадьбу справлять. Будет сделано! На утро Мартынка проснулся не в простой избе, а в знатных роскошных покоях, вышел на крыльцо, видит, все сделали молодцы, как велел. И царь увидел дворец и собор. Велел он королевне к свадьбе готовиться. Женился Мартын на королевне, а король наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир. Только королевне совсем не по сердцу, что она вышла замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Задумала она его сосвету сжить, и для этого решила она вызнать, в чем сила Мартынки. ласково так разговаривает с ним. Ну, скажи, Мартынка, как ты построил за сутки богатейший дворец да мост хрустальный? Да не могу сказать, но нельзя. Ну, как это нельзя? Ну, как? Жена я тебе или нет? Да жена, жена, но сказать не могу. Ну, миленький, хороший, скажи, никому не поведаю твою тайну, только мы с тобой будем знать. Ну, ладно, слушай. Есть у меня волшебное колечко. Если его перекинуть с руки на руку, явится двенадцать молодцов и сделают все, что захочешь. Ладно, теперь я с тобой разделаюсь. Только заснул Мартынка крепким сном, королевна, хват его за руку, сняла с мизинного пальца колечко, перекинула его с руки на руку и тотчас явились двенадцать молодцов. Что угодно, прелестная королевна! Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. Пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за тридевять земель в тридесятое царство, в мышиное государство. От одного стыда не хочу здесь жить. Рады, стараться! Все будет исполнено! В ту же минуту подхватило королевну ветром и унесло в мышиное царство. Утром проснулся король. Нет ни дворца, ни моста хрустального, ни собора пятиглавого, ни королевны. А стоит старая избушка, в которой живет Мартынка с матерью, с Журкой и с Васькой. Король расчердился. Зачем погубил Мартынка королевну? Посадил он его в высокий каменный столб и велел не давать ему ни есть, ни пить, чтобы помер с голоду. Сидит Мартынка в заточении. Плохо ему. Узнала про то собака Журка. Прибежала в избушку. Воска! Вставай! Наш хозяин сидит в заточении. Помнишь, как он нас освободил? Теперь мы должны спасти его. Бегу! Где столб? Вот он Ты можешь взобраться? Могу Могу Вот Вот тут окошечко Здравствуй, хозяин Жив ли? Ох, ель жив Постой, постой, не тужи Мы тебя спасем Что надо сделать? Колечко бы волшебное вернуть А оно находится В мышином государстве Мы пойдем туда И отправились друзья В путь-дорогу Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко Приходят они к синему морю Я надеюсь Переплыть на ту сторону А ты как думаешь? Я плавать не мастак Сейчас потону Ну, садись Ко мне на спину О, хорошо Вот и переплыли Это уже мышиное государство Ой, вкусно пахнет Видишь Идет Мышиный царь Господин кот Господин кот Не губи моих мышей Лучше скажи Что тебе надо Я все сделаю Говори ты Журка Говори Журка, говори Стоит в твоем государстве Дворец А в том дворце Живет прекрасная королевна Унесла она у нашего хозяина Волшебное колечко Достань нам его Сейчас Сейчас Пошлю за ним Самого маленького мышонка Царевна держит кольцо во рту Мышонок пощекочет в носу у королевны Она чихнет И колечко выскочит Через несколько минут Вот колечко было уже у наших друзей Журки и Васьки Кот взял кольцо в рот И пустились они в обратный путь Вот дошли до синего моря Васька вскочил с Журки на спину Уцепился лапами как можно крепче А Журка в воду И поплыли через море Плывут час Друг Вдруг Откуда ни возьмись Черный ворон Пристал он к Ваське И долбит Долбит его в голову Бедный кот терпел, терпел Да потом как вцепился в него зубами И уронил кольцо И уронил кольцо в синее море Ваф ты, олух Ваф ты, злодей Ваф, ваф Ну с чем мы теперь К хозяину явимся? Сейчас же Полезай в воду Ваф Или кольцо добыть Или сам пропадай Ну что в том прибыли Коль я пропаду Ну лучше давай придумаем Как кольцо добыть Давай станем охотиться за раками А вось они нам помогут Ваф Ладно Давай Ой, смотри, смотри Вылезает какой-то рак О, всемогущие богатыри Не губите наше царство Что вам угодно Скажите Ваф Мы уронили в море кольцо Разыщи его Разыщи и доставь нам А то Разорим твое царство Ваф, ваф Я знаю Где находится кольцо Когда оно упало в синее море Его подхватила рыба белужина И хранит его у себя Ждите меня наверху Я сейчас 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 Подождем Может быть принесет А вот и он Берите, сильномогучие богатыри Своё кольцо Вот оно Спасибо 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 Теперь пойдём к хозяину Скорее Скорее Прибежали Журка и Васька К столбу Васька Быстро вскочил В окошко Жив ли хозяин? Жив Здравствуй, Васенька Я уж думал Вы не воротитесь Возьми Своё чудодейственное кольцо Вот радость Спасибо, мои дорогие Вы мои верные друзья Друзья Мы всегда твои друзья Ну-ка Перекину кольцо с руки на руку Что угодно Что надо Вот что, молодцы Поставьте для меня и матушки Новую избу А столб разбейте И меня освободите Будет исполнено Хозяин А почему ты дворцов Не хочешь строить? А почему Не вернёшь королевну? Не нужно мне Ни дворцов Ни мостов хрустальных Ни злой королевны Будем все вместе жить Есть хата Есть земля Есть хлеб Хорошо с тобой Хорошо И стали жить Поживать Мартынка Его старушка-мать Собака-журка И кот-васька Вскоре Мартынка Женился на сироте Из соседней деревни Родились у них дети Но это уже Новая сказка А наша сказка Кончилась Мой маленький друг Продолжение следует... Продолжение следует...